В Сайгатино на базе молодежного центра «Резерв» завершились соревнования среди школьников района по спортивному туризму и ориентированию. Всего на состязание съехались 90 школьников, 16 из команд из «Лентора», «Барсово», «Солнечного лока», «Сворускинской» и «Сайгатино». Это, наверное, самое главное, чего в этом спорте забывать нельзя. Спортивный туризм не для ленивых. То, чем сейчас обмотаны ребята, это целая система, в которую, кроме веревок, входят три карабина. Тут почти все, как у парашютистов. Итак, Сайгатино, старшая группа. Пока старшие стартуют, младшие внимательно наблюдают. На каждом отрезке между дистанциями не дремлют в оранжевых жилетах специальные судьи-наблюдатели. Ну, помогать, пожалуйста. Перед стартом заметно волнуются и восьмиклассники, и десятиклассники. Чего говоришь, маятник самый сложный. Маятник, траверс, спуск, вертикальные и параллельные перила. Почти у каждого участника есть так называемая нелюбимая дистанция. Как признался сайгатинец Дмитрий Зинков, который в этом спорте уже четвертый год, для него это навесная переправа. Правда, глядя со стороны, кажется, что он преодолевает ее с легкостью. И не такое, говорит, проходили. Ездили в Каменск-Уральск, лазили по настоящим горам, поднимались, спускались. Это довольно круче, чем просто в школьных мероприятиях. По словам организаторов, случайных людей в спортивном туризме никогда не бывает. Не получилось, страх или еще что-то, или упорства нет, или упрямства, или желания заниматься. Если просто из любопытства какой-то, а что такое, да, получится у меня, не получится, поворачиваться в кровь. А вот, к примеру, для белоярки Александры Букаревой упорство и физическая сила далеко не главные причины для занятий туризмом. Месяц лето провела. Мы жили в палатках, готовили на костре. Интересно было. Чуть это романтично, да? Очень. Впереди у этих романтиков самые сложные и трудоемкие состязания – спортивное ориентирование. А вот на закрытых дистанциях из старших лучше всех выступили сайгатинские искатели. Первое место – Федоровский вымпел и школьники из Барсова. Второе и третье места соответственно. Среди младших спортсменов от 10 до 13 лет первыми идут белоярцы, затем сайгатинцы и восьмиклассники из поселка Солнечный. Виталий Туропов, Андрей Гудшмин, телерадиокомпания «Север».